Украинский военный погиб на Донбассе и какие версии крушения Боинга 737 называют основными на эти минуты. Об этом не только прямо сейчас в выпуске в студии Татьяна Резвин. Версия о попадании ракеты в самолет не исключается, но не является подтвержденной. Так Владимир Зеленский отреагировал на заявления лидеров других государств о ракетном обстреле самолета МАУ в Иране. Президент Украины призвал международных партнеров, в частности правительства США, Канады и Великобритании, поделиться доказательствами и данными разведки об авиакатастрофе. На своей странице в Facebook Зеленский анонсировал телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео о ходе расследования крушения Боинга. Обвинения в причастности к крушению украинского Боинга отрицают в Иране. Тегеран пригласил участвовать в расследовании представителей США и концерна Боинг, а также намерен пригласить представителей всех стран, граждане которых погибли в результате крушения самолета. Канадская разведка считает, украинский Боинг в небе над Тегераном сбила иранская ракета. А расследователи группы Bellingcat подтвердили подлинность видео, на котором виден взрыв. Анжела Лешко продолжит. Это видео, опубликованное в Телеграм-канале, облетело весь интернет. На нем летящий объект и вспышка в ночном небе. Журналисты New York Times и расследователи группы Bellingcat говорят, на кадрах, вероятно, разбившийся самолет рейса 752 международных авиалиний Украины. Они утверждают, видео точно сняли в пригороде Тегерана, к западу от Международного аэропорта имени Имама Хамейни. Нам удалось геолоцировать это видео. Оказалось, что оно было снято в жилом районе населенного пункта Парант, пригорода Тегерана, к западу от Международного аэропорта имени Имама Хамейни, откуда рейс 752 международных авиалиний Украины вылетел в Киев. Накануне ряд западных СМИ со ссылкой на источники в администрации США утверждали, украинский Боинг упал не из-за технической неисправности, его сбила иранская ракета. Это подтвердили канадские разведслужбы, сообщил премьер Джастин Трюдо, отметив, возможно, лайнер был сбит случайно. У нас есть данные разведки из множества источников, включая информацию наших союзников и нашу собственную разведку. Развед данные указывают, что самолет был сбит иранской ракетой класса «Земля-воздух». Эти действия вполне могли быть непреднамеренными. Новая информация подтверждает необходимость тщательного расследования. После сообщений о том, что самолет Международных авиалиний Украины мог быть сбит иранской ракетой, Лондон рекомендовал гражданам Великобритании отказаться от любых поездок в Иран. Не верят в техническую неисправность самолета и в США, но ждут результатов официального расследования. У меня есть подозрения, я не хочу их озвучивать, потому как и у других людей есть свои предположения. Это трагедия, это могла быть чья-то ошибка. Он летел в сложной местности. Некоторые говорят, дело в механической проблеме. Лично я не думаю, это большой вопрос. Посмотрим, что произойдет. В СНБО Украины рассматривают семь версий катастрофы лайнера в Тегеране. Три под грифом «Секретно». Среди озвученных Боинг сбили российской ракетой зенитного комплекса «Тор», теракт, техническая неисправность, столкновение с беспилотником. В Тегеране же отрицают, что украинский лайнер был обстрелян с земли. Власти призвали Канаду и другие страны поделиться имеющейся информацией. 8 января Боинг 737-800 международных авиалиний Украины, направлявшийся из Тегерана в Киев, разбился вскоре после вылета из иранской столицы. Погибли все, находившиеся на борту. Это 176 человек. Граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании. Анжела Лешко, UATV. ДНК-формулы родственников погибших в крушении украинцев сегодня должны переслать в Тегеран для идентификации тел. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины. Образцы эксперты ведомства собрали накануне вечером и пообещали обработать их на протяжении 24 часов. По стандарту для ДНК-теста берут материалы у двоих близких родственников, в то же время для проведения ДНК-экспертизы. Иранская сторона собирает генетические материалы погибших на месте катастрофы. Память жертв авиакатастрофы украинского самолета в Иране почтили в Торонто. Среди погибших 63 гражданина Канады. Среди них были студенты. На памятной акции собрались около сотни человек. Они зажгли свечи и установили стенд с фотографиями погибших. Многие держали в руках плакаты и призывали к ответу виновных в авиакатастрофе. К акции присоединились родные и друзья пассажиров разбившегося Боинга. Он возвращался домой. Ездил проведать свою маму на каникулах. Он погиб. И мы ничего не можем с этим поделать. Ничего не можем. Он просто погиб. Один украинский военный погиб. Еще один получил ранение. За минувшие сутки боевики на Донбассе шесть раз открыли огонь по украинским позициям. Сообщат в штабе операции объединенных сил. Из гранатомета в разных систем обстреляли Невельское. Из крупнокалиберных пулеметов и автоматических систем целились рядом с песками. Из ручных противотанковых гранатометов боевики открыли огонь возле хутора Вильный. С начала суток российские наемники опять нарушили режим прекращения огня. Из гранатометов и пулеметов накрыли позиции украинских военнослужащих возле Марьинки. Защита освобожденных из российского плена. Министерство социальной политики призвало бывших узников-боевиков обращаться за соцпомощью. В Украине действует программа о паре интеграции лиц, пострадавших от торговли людьми. И многие освобожденные могут такой статус получить. На пресс-конференции находится наша корреспондентка Юлия Крючкова. Юля, какую помощь могут получить бывшие узники ОРДЛО? Здравствуй, Татьяна. В первую очередь речь идет о предоставлении медицинской, психологической, юридической помощи, а также помощи в поиске работы. Кроме этого, закон о предотвращении торговли людьми предполагает единоразовые выплаты для пострадавших от такой эксплуатации. В Министерстве социальной политики считают, что многие из тех, кто пребывал в плену в так называемых ЛНР и ДНР, имеют право на получение статуса лица пострадавшего от торговли людьми, так как на этих территориях очень часто людей, которых задерживают, эксплуатируют разными способами. Давайте послушаем, какие именно факты чаще всего устанавливаются. Начиная с 2015 года, граждане Украины массово страдают от их вовлечения в военные действия. Мужчин эксплуатируют для разгрузки боеприпасов, ритья окопов и разминирования территории. Происходит физическое насилие над женщинами. Детей используют как живой щит, продают, заставляют попрошайничать, а девочек используют в секс-индустрии. В Министерстве социальной политики призывают всех, кто ранее находился на оккупированных территориях и был освобожден сейчас обращаться в местные органы, которые могут предоставить им такой статус и начинать получать помощь для того, чтобы реабилитироваться и реинтегрироваться. И напомню, что 29 декабря произошел обмен удерживаемыми между Украиной и непризнанными псевдореспубликами ЛНР и ДНР с оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей. Вернулось 76 украинцев. 64 из них большинство это гражданские, которых держали в плену за проукраинскую позицию. Преду слово о тебе, коллега. Спасибо, коллега. Юлия Крючкова, корреспондентка UATV. Пресс-брифинг о защите и соцпомощи бывшим узникам Ордло прошел в Киеве. Одобрили законопроект о Брекзите спустя три года споров. Документ, разрешающий выход Великобритании из ЕС к 31 января, поддержала Британская палата общин. Теперь его рассмотрят в Верхней палате парламента Соединенного Королевства, палате лордов. На недавних внеочередных выборах консерваторы во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном завоевали абсолютное большинство мест в парламенте и в результате смогли преодолеть блокаду Брекзита. Ранее Джонсон и его предшественница на посту, премьера Тереза Мэй, многократно предпринимали безуспешные попытки провести договор по Брекзиту через палату общин. Брюссель дал Лондону отсрочку по Брекзиту до 31 января. Юные олимпийцы вышли на старт. В швейцарской Лазанне состоялась торжественная церемония открытия третьих зимних юношеских игр. Участие в них принимают спортсмены в возрасте от 15 до 18 лет. Украину представят 39 спортсменов, которые будут бороться за медали в 12 из 16 возможных дисциплин. Флаг Украины на церемонии открытия пронес 17-летний биатлонист Степан Кинош. На юношеских играх в Лазанне будет разыгран 31 комплект медалей. Продлятся соревнования до 22 января. Об этом и других событиях читайте на наших страницах в соцсетях, а также на сайте телеканала uatv.ua. Пока это вся информация, но менее чем через два часа мы к вам вернемся с новостями на русском. Редактор субтитров А.Семкин